Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях руководитель Центра питания научно-исследовательского института здоровья Северо-Восточного федерального университета, главный диетолог Минздрава Республики Сахай-Якутия и Дальнего Востока Ульяна Лебедева. Ульяна Михайловна, я вас приветствую. 23 октября в Якутске стартовала неделя грудного вскармливания и здорового питания матери и ребенка. Мероприятие уже стало традицией у нас и главной его целью является поддержать и поощрить грудное вскармливание. Скажите, пожалуйста, какая статистика у нас сегодня по грудному вскармливанию и вообще есть ли у нас с этим проблемы в республике? Да, действительно, в этом году мы проводим шестую всемирную неделю грудного вскармливания в республике в рамках всемирной недели грудного вскармливания, потому что по всему миру 26 раз проводится. И в этом году мы посвятили эту неделю успешному грудному вскармливанию, успешной поддержке грудного вскармливания и здорового питания матери и детей. Так и называется у нас Якутия, регион или территория успешного грудного вскармливания и здорового питания матери и детей. Вот эта неделя и вообще вся эта работа проходит под эгидой и при координации Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия и Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Да, действительно есть статистика отчетности. Есть даже отчетная форма 31, где это российская такая форма отчетности, по которой ежегодно, ну квартально, ежегодно Минздрав проводит отчетность. Вот какие показатели имеются в данной или в той области деятельности, да, и что касается уровня грудного вскармливания, как раз вот эта форма отчетности показывает, что вот с 3 до 6 месяцев и с 6 до 12 месяцев какой уровень грудного вскармливания у нас в Республике. На сегодняшний день вот, ну, специалисты, да, ведущие специалисты вот сейчас вот как раз на пресс-конференции тоже озвучили, что Республика является, ну, такой показательной, показательным регионом для России, да, для России. И даже Жоа Абреда, это руководитель Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике хронических неинфекционных болезней и борьбе с ними, он сказал, что, да, Якутия и даже является, ну, показательным примером для европейских стран, да. Почему? Потому что, не потому что у нас уровни грудного вскармливания такие высокие, но потому что уровни грудного вскармливания, показатели грудного вскармливания высокие, в тех, вот, на тех территориях или в тех больницах, которые ведут вот эти больницы, работу на той, на одну, на определенном участке, да, они достигают очень хороших результатов. Вот, например, с 2012 года активно проводится работа по внедрению глобальной инициативы, такая программа есть, глобальная инициатива больницы доброжелательная к ребенку, да, и с 2012 года мы аттестовали три национальными экспертами Всемирной организации здравоохранения, мы аттестовали три больницы, да, это первой больницы в 2012 году, которая аттестацию проходила, является Якутская городская клиническая больница, где, вот, основным таким подразделением по поддержке грудного вскармливания, вот, является акушерский стационар со своими отделениями, например, родовое отделение, послеродовое отделение, детское отделение, и по результатам их работ, да, вот, впервые в республике, вот, мы получили, присвоили, вот, этой больнице международный статус, больница доброжелательная к ребенку. А какими критериями должны обладать медучреждения для того, чтобы получить этот статус? Чтобы получить этот статус, вот, имеется на уровне Всероссийской организации здравоохранения, имеется политика, да, введения, вот, охрану грудного вскармливания. И в этой политике основным из них является, вот, пошаговая работа, и даже сейчас, на сегодняшний день, имеются 10 шагов успешного грудного вскармливания. Это, например, вот, как со стороны медработника, какая работа должна проводиться, со стороны матери самой, какая работа должна проводиться, как ребенок должен воспринимать эту, ну, эту деятельность, вот, это входит в эти 10 принципов охраны грудного вскармливания. Возвращаясь к первому вопросу, да, я скажу, что, вот, по статистике Минздрава, с 3 до 6 месяцев, да, вот, вы спрашивали о проблемах, да, какие существуют. С 3 до, если так отвечу, то от 3 до 6 месяцев мы, вот, достигли, ну, по всей республике, да, до, ну, 54 где-то процента, да, а с 6 до 12 месяцев более 30, 32 процента, вот так. И поэтому это говорит о том, что, что на, а в тех этих больницах, которые курируют определенный участок или территорию, там достигает до 97, ну, до 99 процентов, да, и поэтому, вот, мы уже полностью за тот промежуток работы, который мы проделали, мы полностью посмотрели и анализировали, что эта программа работает эффективно, да, и эту программу нацеленно нужно продвигать по всей республике, во всех больницах, чтобы больницы курировали, да, и проводили работу на своих территориях, участках, где имеются их маленькие пациенты или клиенты, или жители, младенцы, и тогда мы, конечно, достигнем вот таких, вот таких хороших результатов. То есть получается, с одной стороны больница, которая, вот эта доброжелательная больница к ребенку, то есть ее задача получается больше в разъяснительной, наверное, работе, да? То есть, что грудное вскармливание это полезно и так далее, а вот те, кто отказывается, допустим... Профилактическая, пропагандистская, агитационная работа, да, в плане пропаганды здорового вскармливания младенца, а если, например, касается, там есть отдельные блоки, да, вот сегодня, как раз, сегодня, завтра национальные эксперты будут аттестацию проводить в перинатальном центре республиканской больницы номером один, в национальном центре медицины, вот, и вот на территории вот этой больницы, да, имеются вот несколько отделений, да, отделений новорожденных, да, выхаживания недоношенных детей, и там определенные критерии, например, поддержки грудного вскармливания. Это уже по показаниям, с лечебным эффектом, если, например, от здорового вскармливания, ну, происходит, ну, в состоянии здоровья женщины или ребенка, да, происходит какие-то нарушения, то по показаниям уже назначается определенный вид или метод охраны грудного вскармливания. То есть, вот, говоря о проблеме все-таки, хотелось бы вот здесь акцентировать внимание, вот, есть те, кто отказываются кормить молоком, да, либо есть, допустим, нехватка молока, да, это миф или правда? То есть, вот, те, кто не кормят младенца материнским молоком, в чем проблема, от чего это зависит? Знаете, я бы ответила таким образом. Это социальная проблема. Берегут фигуру, может быть. Да, и поэтому, вот, подходов очень много, да, многофакторный подход, да, и разные причины могут происходить в жизнедеятельности, вот, человека, который, ну, должен, например, это организовать или, например, это производить, да, ну, охрану грудного вскармливания имею в виду, и поэтому здесь подходов разных мы должны придерживаться, специалисты, и нами, здесь специалистами, в этих случаях разрабатываются отдельные методические, ну, например, рекомендации, да, методические, практические рекомендации, да, в той или в другой ситуации, как нужно поступить, да, что касается мифа или реалий, да, я бы ответила таким образом. Это природное явление, да, женщина, которая родила ребенка, да, у нее организм перестраивается для выделения вот этого молока, выработки и выделения молока, это лактация, да, и она, эта лактация, она обязательно должна происходить. В зависимости от состояния женщины, в зависимости от состояния физического состояния, психологического состояния, потому что это, я бы сказала, не проблема, а вопросы не только касаются кормящей женщины и ребенка, который будет кормиться этим грудным молоком, это в этом процессе должны участвовать все окружающие, вот, ну, все окружение, да, семья в первую очередь, да, которые должны делать комфортные условия для женщины, кормящей мамочки, и для ребенка, потому что тут кормящая мама кормит, а ребенок воспринимает, да. Лена Михайловна, скажите, пожалуйста, вот чем отличается младенец, которого кормили грудным молоком, да, от искусственника, так скажем, да, и чем же все-таки полезно грудное вскармливание именно? В этом вопросе ответ однозначный, да, так как грудное молоко, оно от природы, да, стандарт, физиологический стандарт, золотой стандарт для развития роста ребенка, и поэтому, если имеется возможность вскормиться грудным молоком, ребенка нужно кормить грудным молоком, это однозначно. А если, конечно, в силу каких-то причин, это нарушение состояния здоровья женщины или ребенка, да, тогда, конечно, уже подходы должны быть такого лечебного характера. А если, например, чаще ли болеют, буквально с 10 секунд остается, чаще ли болеют детки, которых не кормили. Здесь, ну, состав грудного молока уникальный, там чего только нет. В первую очередь, это иммуноглобулины, да, которые как раз выстраивают иммунитет ребенка. Это было актуальное интервью, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий, всего доброго.